В Кыргызстане появится новый налоговый кодекс 1 января следующего года, и в нем множество поправок. Но это совершенно новый текст, и если сейчас налоговый кодекс напоминает курак, плоскутное взяло, то теперь он станет более единообразным. Какое количество поправок предлагается в нем? Очень много, если вкратце мы расскажем о самых главных из них. Первое. Предлагается два вида налогообложения, упрощенное и общее. Оно делится в зависимости от доходов компании. Второе. Меняется порог для плательщиков МДС. Если он раньше составлял 8 миллионов сомов, то теперь он вырос до 30 миллионов сомов. Это успех, считают бизнесмены. Третье. Появится три вида налоговых проверок, и самое интересное из них горизонтальное. Это когда у налогового инспектора появится возможность через свой собственный компьютер лазить у вас в бухгалтерии. Бизнесмены пока восприняли это новшество неохотно. Четвертое. Налог на такси. От каждой поездки в такси 2% от ее стоимости будет уходить в бюджет. Пятое. У налоговых органов появятся функции органов дознания, и они могут разрешать не выпускать человека за границу, если он имеет налоговую задолженность. Суды здесь ни при чем. Шестое. Раскрытие банковской тайны для работников налоговой. Теперь банковская тайна будет отсутствовать в принципе. Седьмое. Некоторые налоги будут расти. Например, сотовым операторам предлагается повысить налог с продаж до 6%. Восьмое. Зато будет расширяться принцип исламского финансирования. Теперь он уравнен с традиционным, и значит у Кыргызстана появится доступ к единым исламским деньгам. Девятое. Появится налог на Google и кэшбэк. Кэшбэк – это когда с каждой покупки к вам на счет возвращается определенное количество денег. Десятое. Улучшится электронный документооборот в самой налоговой системе. Это является большим достижением. Но насколько оно будет реализовано на практике, пока не знает никто. Какие вы считаете поправки в налоговой кодекс самыми хорошими, а может быть самыми плохими? Пишите об этом в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова